Привет, друзья! На Инстаграм я вас просила задавать мне вопросы. И сегодня рубрика «Вопрос-ответ», где я отвечаю на ваши вопросы с Инстаграм. Поехали! Оксана, кто вы по знаку зодиака? Вы верите в астрологию и в совместимость между знаками? Где-то я уже об этом писала, кажется, или рассказывала. Нет, я не верю в астрологию. Когда я была очень молоденькая, тинейджер, тогда мне очень хотелось выучить всю астрологию. Мне кажется, я прочитала столько книг, просто невозможно, сколько книг и гороскопов я прочитала. Я знала все совместимости, я изучала, знаете, каждый камушек, каждое число и всё такое. С временем я поняла, что это всё, на мой взгляд, безумие. Безумие засовывать людей в 12 разных знаков. И плюс года, да, там всё такое. И стараться объяснить чьё-то поведение именно этим. Знаете, что я ещё заметила? Я заметила, что когда ты читаешь гороскоп и читаешь какие-то качества, про себя, например, ты со временем начинаешь себя подстраивать под эти качества. И вот это меня больше всего раздражало. Ты читаешь, и тебе говорят, что ты вот такой-такой-такой, и со временем ты подстраиваешь себя каким-то образом под эти качества. То есть в лучшем случае, я считаю, лучше не знать никаких гороскопов и быть самим собой. И вот тогда проверить, да, когда в конце жизни, сложилось ли так же, как в гороскопе написано или нет. В общем, на мой взгляд, гороскопы не говорят нам, кто мы есть, а когда мы читаем, мы подстраиваем себя под гороскопы, чтобы мы были такими, как там было написано. Вот. И нет, я не верю в совместимость знаков. Я верю в людей, которые растут, которые стараются развиваться и находят друг в друге какое-то отражение себя и хотят вместе быть. А всё остальное уже, мне кажется, не важно. Элина, мне интересно, как ты выбрала профессию и образование и потом перешла к спорту и тренировкам? Вот. Это классный вопрос. Я об этом рассказывала как раз-таки в этом видео, о котором я сегодня уже третий раз упоминаю. Ссылку я на это видео оставлю под видео. И коротко, это так, что когда я заканчивала школу, мне очень нравилась биология, я ходила на олимпиады различные, но я хотела быть... Хотела делать что-то интересное, что-то не связанное с нахождением в офисе. В общем, хотела... В моей голове было, я хотела быть и делать что-то другое, чем все остальные. Поэтому я хотела поступить в полицейскую академию. Хотя, знаете, скорее всего, где-то в душе я хотела поступить на защиту окружающей среды, но этот курс находился в городе Тарту. А Тарту мне совершенно... Это не столица, это студенческий город. Тарту меня совершенно не прельщал. Поэтому я хотела поехать в столицу. И в столице я старалась поступить в полицейскую академию, но там я реально провалилась на экзаменах физических. Я не могла ни разу отжаться. Хотя все остальные IQ и язык и всё остальное, и все остальные тесты я прошла, на физкультуре я реально завалилась. Вот. Как это иронично. Вот. И да, я обнаружила, что есть такая академия, ещё одна морская академия. И я подумала, что на самом деле можно пойти в армию, и если ты пошёл в армию, то тебя в полицейскую академию после этого берут сразу. Но я решила попробовать морскую академию до того, как уже подать заявку в армию. И в морскую академию меня взяли. Так что бай-бай, армия, не получилось. И в морской академии я отучилась пять лет. Причём первый год и два я всегда думала, что это вообще самая лучшая работа, которую я могла найти. Ну, точнее, выучиться на которую. Это быть на корабле, это вообще быть таким путешественником, водить такие огромные корабли. И тем более это была совершенно неженственная работа. И мне именно всю жизнь хотелось доказать, что девушки, женщины и мужчины равны. Об этом мы можем ещё поговорить в следующей теме, да, что я сейчас думаю и как я думаю. Но мне с этой мыслью я пришла в морскую академию. Я хотела показать, что девушки могут делать любую работу, которую могут делать мужчины. Вот. И я выучилась в морской академии, но на пятом курсе я уже поняла, что капитаном я не буду, потому что мне совершенно было очень скучно на корабле. Даже если ты и там на мостике находился, это, конечно, было очень интересно в каком-то смысле, но я представила, что это будет шесть месяцев подряд в море на корабле с теми же людьми. И, в общем, это не прельщало меня очень сильно. И я переехала в Лондон и работала в морской компании, которая занималась инвестициями в корабли, что было очень интересно. И первые два года. И после этого я всегда очень любила активизм, да, и обнаружила, что есть такая школа цирковых искусств, и стала туда ходить, учиться стоять на руках. И оттуда меня повлекло всё вот это в спорт. И однажды, когда я... Такой спойлер вам для видео. Когда я уехала на каникулы, на Fuerteventura, я поехала совершенно одна, и там я познакомилась с йогой, с пилатесом, и просто влюбилась в эти, так сказать, ну, не знаю, спортивные... В общем, влюбилась как в йогу, так и в пилатес. И, приехав обратно сюда, в Лондон, решила, что надо этим заниматься. И потихонечку, потихонечку, за целый год я решила, что нужно, во-первых, худеть, а во-вторых, так как мне весь этот спорт очень нравится, можно было бы и выучиться на персонального тренера. И вот оттуда всё это пошло. Я очень люблю наблюдать за людьми на улице и замечаю, что люди отличаются в разных городах. Какими вы видите жителей Лондона? Ой, это очень крутой вопрос. На самом деле, жители Лондона очень отличаются от, например, жителей Эстонии. И мне кажется, в лучшую сторону. Начнём с того, что жители Лондона родноцветные. Столько культур, столько разных национальностей. И всё равно, куда бы ты ни пошёл, если ты прислушаешься, ты услышишь где-то русскую речь. Затем разные виды и стили одежды, как люди одеваются. То есть некоторые одеваются культурно. Я имею в виду не культурно, в смысле культурно, там правильно как-то, а по национальности. То есть они одевают национальные костюмы и ходят в этом, и какие-то национальные атрибуты. Это очень круто. Также, что я заметила, здесь люди, которые родом, например, из Лондона, они очень закалённые. Если, когда градусов 10 на улице, я, знаете, закутываюсь, одеваю несколько слоёв одежды, ботинки, куртку и так далее, вы можете слегка увидеть людей на улице в шортах, шлёпках и футболке. И мне кажется, что по сравнению с нами, людьми из Эстонии, они очень закалённые здесь. Плюс о спорте, как всегда. Я никогда в Эстонии не видела, насколько можно заниматься спортом вне каком-то помещении. Здесь парки и вообще леса, и всё предназначено, точнее люди решили, что можно там заниматься. Никто не стесняется, все бегают, ездят на велосипеде, персональные тренеры тренируют людей в парках, на площадках детских, где угодно. В общем, вот эта культура такого здоровья, да, или оздоровительная, мне очень-очень импонирует и очень-очень нравится. И я думаю, что это сильно зависит от людей. И ещё одна вещь, то, что люди довольно-таки доброжелательные и открытые в некотором смысле. Здесь можно с разных сторон к этому подойти, к открытости, но при первой встрече, если вы встречаетесь с глазами, то, скорее всего, люди вам улыбнутся, что очень редко с вами случится в Эстонии. Может быть, молодое поколение сейчас уже и будет, хотя зимой, когда я ездила, что-то это со мной не случалось. Поэтому такое отношение какой-то улыбчивости и дружелюбности всё-таки мне очень нравится, очень-очень чувствую это здесь, в Лондоне. Хотя не только здесь, в Лондоне. Когда мы ходили на 500 километров, 800-50 километров, 500 миль, люди, которые мы встречали по дороге, которые были совершенно не в Лондоне, а за городом и далеко за городом, тоже были очень добрые и помогали нам. И, в общем, мне очень нравятся люди Лондона и Англии. Окей, девчонки, это было длинное видео, и я надеюсь, вам было интересно. Если у вас появились какие-либо вопросы, я буду рада, если вы их оставите внизу, и мы, может быть, через некоторое время сделаем ещё одно такое видео. Да, подписывайтесь на Инстаграм, может быть, вам будет интересно почитать. Я стараюсь поднимать какие-то интересные темы на Инстаграм, помимо того, что я делаю красивые фотографии, на мой взгляд. Ну, красивые фотографии Лондона или природы. Да, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Очень большие темы некоторые, на которые хотелось бы, может, поглубже пообсуждать, но посмотрим. Со временем, я думаю, мы ещё поговорим об этом. Ладно, заканчиваю. Мне было с вами очень здорово. Буду рада почитать ваши комментарии. И пока-пока!